Я очень часто путешествую, путешествовала с танцами. Мы летали за границу, в Пекин, в Болгарию. С семьей мы часто путешествуем. И путешествие — это тоже одно из самых любимых, так сказать, мероприятий, я бы сказала, потому что для меня путешествуется подготовка, сборы чемоданов, поехать в аэропорт. Это все очень мне нравится, и я очень люблю путешествовать. В прошлом году, к примеру, я была в детском центре «Океан». Это тоже за путешествием можно считать, потому что я поехала первая в Владивосток, потом в детский центр. Если за границу, то, наверное, на какие-то теплые острова, потому что там не только можно попутешествовать и посмотреть новое для себя, но можно пообщаться с людьми, особенно, когда ты знаешь английский язык. Мне нравится ездить по России. Здесь очень красивая природа, здесь очень красивый, богатый окружающий мир. Меня привлекает это в первую очередь. Потом с людьми мне нравится общаться. Поездка на Байкал. Очень мне понравилось ездить. И с семьей ездила, и в лагерь я была на Байкале. Это очень прекрасное место. Мне там очень нравилось. Чаще всего летали с родителями, с семьей в Таиланд. Из таких вот прям самых ярких – это, наверное, Пекин. Посещал Китай, Японию. Ну, в Токио ездил. Потом был в Иерусалиме, в Израиле. Ну, самое запоминающее – это путешествие. Это мое последнее путешествие. Это путешествие в Корею. Ездим с родителями. Мы ездили в Таиланд, на Сайпан. В Приморье ездим. В Китай. Каждое лето мы ездим на море в Приморье. Вот, в прошлом году ездили в Крым. Путешествие с папой в Египте. Там было очень весело. Там были на пирамидах. Ну, я была тогда маленькая, но это именно то путешествие, которое запомнило больше всего. Мы ехали в отпуск в Таиланд в прошлом году, перед концом четвертой четверти. Помню еще свое день рождения в прошлом году. Было самым наилучшим. Целый день практически, целый выходной провели там. У меня были друзья, в основном девочки из моего класса, твой родный брат Влад и Коша, мой сосед. У меня нет каких-то особо таких ярких, безумных воспоминаний, но у меня очень много уютных воспоминаний. Касательно того, как мы с подружкой молчаливо гуляли в парке, просто слушали, как безумно сильно по листам бьет дождь. Это было великолепно, да. Ну вот. Касательно путешествий. Сразу вспоминаются виды Сахалина, не знаю. Когда ездила с дядей на грузовике, это было ужасно, но черт возьми, те виды стоили того, чтобы пролететь через все мучения. 24 на 7 учиться – это очень сложно. По воскресеньям хожу в кино, гуляю, живу обычной подростковой жизнью. Что, мы слушаем музыку, общаемся больше, проводим время, играем в разные настольные игры. Штыки жарим, купаемся, ходим. Ездил постоянно на дачу и играл в баскетол.